Пишите, присылайте открытки, и вы можете стать обладателем вот такой, как говорится, конструкции под названием Соберись сам, произвести, как говорится, расхомячку открытого урока Большинством голосов выбрали голубой Надо съездить в Белоруссию, посетить Белбагерь, познакомиться с этими женщинами, которые там работают Мой адрес, ни дом, ни улица, мой адрес, Советский Союз Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня, наконец-то, я вас познакомлю с нашим генеральным директором Очень было много вопросов на прямом эфире, все хотели посмотреть на него, мы его пригласили Сейчас мы его будем кормить блинами, так как сейчас масленица Приехала Марина из Липаи к нам в гости Мы только сегодня Советой проговорили про нее, и она заходит, у нас прямо глаза вот такие Так что, все мысли материальные Начнем Марина, ну, я так не люблю, как я в обрезке Я с проезда А куда ты едешь? В Тазарос А, ну давай, что это, что там у тебя, показывай Нет, ничего не успела Ты не привезла, ничего не нашивала? Нет, у меня ниточки не хватило Кто-то лежит, но привезла сюда? Нет, ну интересно Интересное кино Я другое хочу, чтобы вы мне сделали Что? А, понятно Пошли Какая у тебя сумка клевая Хорошая Главное? Емкая Я хочу, чтобы ее сделали в рамочку Давай А ты приедешь или сейчас тебе надо? Это что это, нерушимая стена или что это? Да Да Ну да Вот так Сейчас Но На тебе Не влезет Не влезет? У меня стенка Ну Вот Вот Кусочек А А что это не влезет? У меня там совсем маленький кусочек Мне примерно максимум Ух ты какая девочка У меня там такой кусочек стеночек Сейчас когда Сейчас отдам Сейчас отдам Вы наверное видели гитару в кадре Так вот и гитара Не просто так Она принадлежит нашему генеральному директору И сейчас он вам споет и сыграет на гитаре И еще у нас сегодня масло нет Здравствуйте Да, я зашел Татьяне Викторовне Как всегда она встречает очень хлебосольно Мне сказали о том Что Вы хотите меня увидеть, услышать Я с удовольствием Не могу не исполнить Вашу просьбу А все почему Так ты вообще скрытный человек Но дело все в том Что скоро 8 марта И я не мог не прийти Во-первых Татьяну Викторовну поздравить Во-первых тут еще и масленица Так все совпало И поздравить Вас милые женщины А в основном Это 90% женщин Красивые, милые, добрые Хозяйственные рукодельницы Расскажу вам вообще Как это все появилось Как это все зародилось И как мы вот Наша синергия с Татьяной Викторовной Родила вот такой грандиозный проект Но самое главное Я вам подарю Замечательные песни Я сейчас пою вам песню Я взял с собой гитару У нас новый гость Это мой младший сын Дима очень скромный мальчик Да такой скромный А варенье Откуда такое вкусное варенье? Это мое производство Ого! Вы сами все делаете? Да вот это варенье А вот это покупала Вот ты просил черни, черную смородину И мишню я купила на всякий случай О, классно, супер Все, давай Дело все в том, что Я не знаю Давайте Я знаете о чем подумал? Вот блин, да? Вот смотрите Он такой круглый И мне кажется, что он похож чем-то на лицо Давайте сделаем такой вот Я хочу нарисовать Он с физиономией Вот я просто Я подумал А можете ли вы блин оформить в багет? Блин в багет У вас были такие заказы? Нет таких заказов у нас Не было? Не было, да Ну не знаю Ну футболки же вы оформляли? Футболки оформляем Да А носки? И носки оформляли И перчатки И шортики оформляли А блины не оформляли? Блины нет Ну вот видите Ладно, тогда я нарисую девушку Лену Вот девушка Лена Лена в багете будет Лена в багете Вот смотрите Это будет Лена И ее оформляет багет Вот прекрасно Отличная Лена Замечательно Давайте торжественно отнесем сейчас мастеру Диме У меня же интересно как она отреагирует Пойдемте Пойдемте Вот это вот у меня ждут Вот это ждут Я вот сюда оставлю Ладно Надо в багет оформить просто Отдали ему в багет оформлять Блин И Константин Борисович взял Самый старейший наш мастер взял без вопросов Дима стал задавать вопросы Ой, а как? А чего? А почему? А кто? А что? А Константин Борисович сказал Все сделаем Мне кажется Вот мастер он так и должен говорить Просто сделаем И все взять и сделать Так что сегодня знаменательный день Первый раз обратились У каждого клиента И мы сделали значит Прин в багете Лена в багете Что будем делать с вырезкой паспорта? Видишь нас Какая какая-то Давайте покупать что делать Сейчас первых А сколько она стоит? Дорогой Два миллиона? Нет, ну тысяч, наверное, двести стоишь Не помните, мы хотели какую-то скупить там крутую Чтоб она прям сама все делала Да И что мастера прям не нужны Не, ну такое не надо Надо, чтоб было ручной труд Что-то прям вот Зарить энергии Благетного равного Вот это паспорту резное Оно делается Подключается к компьютеру Как-то там И вот Вырезается Это три что-нибудь На паспорту На двести тысяч Да У нас в Питере Есть все важно Дим, ты можешь помочь нам изучить Этот вопрос? Какой лучше взять А то еще возьмут Где-то там нужна поддержка Какая-то техническая Там пулот должно быть Там Найти решение А то еще эту пирожковую Зачем вы должны А, вот эту Вот эту Сейчас пойдем с ним У вас наступающая фразикация Хотя закрыть Люди подписи собирают Да Моя Пышечная Ее же тоже хотели Там бутик открыть Там же конечно Самые главные бутиковые улицы Нет, им что мало Макдональдсов всяких Пусть закрывают И Матвиенко сказала Нет Оставляем пышечную Не трогаем ее И все до сих пор пышечная работа А сейчас Матвиенко нет Кто заступится за пирожковую За пышечную Да Будем требовать Татьяна Викторовна Да Ее последователь Да Мы Штирлица У Штирлица Выясним Когда поедет Наш президент По этой правительственной трассе Мимо нашей пирожковой Остановим кортеж Пригласим президента Пирожковую И Будем Упадем И скажем, что это последний пирожок И будем Просить Умолять Чтобы он Запретил за крошку Можно там сделать оборону такую сделать И пирожками отбрасываться От всех этих негодяев Да Пусть закрывают Макдональдс Почему у нас Макдональдс Макдональдс работает Хотя американцы нам санкции вводят А мы не можем их закрыть Мы должны закрывать Макдональдс И открывать такие пирожковые Да Я согласен А чем нас пирожковый кормят Надо сходить тоже продегустировать Там беляши Там беляши Там пирожки с мясом А какие пирожки Я никогда не знала Что можно сделать пирожки Селедкой И какие они вкусные Селедки И с сельным яйцом И жареные И печеные И с морковкой И с капустой И Ну в общем Начинка Разнообразная А какой там Какая там кошка проживает Замечательно Это вообще Это отдельная пирожка Пирожковой Потому что Она Стоит на страже Ни одна мышь Не проскочит Там такая кошка Вот такая голова И она такая спокойная Все ее гладят Кормят И она такая Молодец Никого не боится Сидит на страже пирожковой Я вообще считаю Что Любое Заведение Общепита Будь то ресторан Кафе Пиццерия Пирожковая Должен быть Должен быть На посту кот Обязательно Или кошка Потому что Грызунов Никто не отменял В данном случае Уже и собака Сторожевая Ну Собаки раньше Охраняли гостиный двор Идешь вечером Когда гостиный двор закрыт А в витрине Какая нибудь Овчарка лежит Такая красивая Смотрит Они ходили туда На работу Они получили зарплату Их хозяева Приводили на ночь И оставляли Они обученные Были специально И они охраняли гостиный двор Я не знаю Как сейчас Наверное сигнализация Тогда вот А тогда собаки Там уже Большие эти пространства Длинные Попробуй-ка У собаки и слух Прекрасные Арина Ты ты блинчик съешь Ну Кривись может на секундочку А ты так смотришь на нас Грустно Голосными глазами А то мы сейчас все съедим Ариночка Давай я тебя поснимаю Точно Снять оператора Это же дело чести А вот у нас есть Опа О как Интересно Ладно Сейчас я пойду посмотрю Света Только Надо посмотреть Какой артикул Багета должен быть А по пирожковой Почему Загрывают Ну там Придрались к вентиляции Там придрались к вентиляции Что она Не поймут Клиновые стандарты Там вентиляция идет Как раньше Согласовывали Ее внутри домовая А сейчас нельзя Потому что там жители живут И все так Нужно отдельно стоящие А отдельно стоящие Они еще не сделали Это Данила наш мастер Хочешь блинчик? Попаешь с нами Ну что Давайте споем В честь В честь Восьмого марта Мы бодаем Всем женщинам Песенки Надеюсь Вы знаете Помните И тоже будете подпевать Вместе с нами Мне нравится вот эта песня Моя любимая Как раз вот она Застольная Вот На тебе Дима Вспоминай молодость Вспоминай молодость Дима Вспоминай молодость Дима А Дима в хоре пел Да? Да Так Дима тут есть продолжение Мы всю ее будем петь 25 девочек И один мальчик И один и Дима Нет там мальчишки были сначала А потом они ушли У них голоса стали мутировать Они ушли А Дима был самый младший мальчик И он так Потом остался один Знаешь как хорошо было Как концерт Они его прихорашивают Причесывают Все поправляют На нем Конфетки носят Ему носили Все Они его очень любили Ну это проблема Вот где-то танцевальные Кружки хоровые Никогда мальчиков не хватает Почему Так что он был Один единственный До сих пор у нас висит Его концертный костюм Дома в каком Цвета бордо Такого Вишня такая Красивая Да Было видео Но нам запороли его Поптили Ну что начнем Все помнят Мотив Люди встречаются Люди любятся Давайте Я буду слушать А то у меня уже голос Голосы такие Голосы Не могу Денис Я даже Когда говорю Я себя не могу Один листок только Да Ну ладно Ну все Начнем Голосы Люди встречаются Люди влюбляются Женятся Мне не везет Но это так Что просто видать Вот наконец Вчера вечером Встретил я девушку Там Где тревожно Стучат Велико Поезда Свой Блакой Лошад Полы Голос из окна Поезд Трону Совсем Голос из окна Но это не Великого Голос из окна Голосы Голосы Светлые Вкусу Сплетенные Облаза Небо Бездонно Васил Улыбки Весна Встроенная Милая Очень Красивая Девушка Может Где-то, где нарядом она Свой нагон гаштана Улыбнулась из окна В море встронулся и след Лишь любой помахал ей на след Давай, Димка, у меня больше нету сердца Люди встречаются и влюбляются, женятся Мне не везет в этом так, что просто беда Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку Там, где тревожно стучат и бегут поезда В свой погон гаштан Улыбнулась из окна В море встронулся и след Лишь любой помахал ей во след Молодцы! А что это, Татьяна Витальевна, это самое? Нам не помогает У меня голос совсем пропал Я и так... И песню для дам? Да, песня мужская Песня для дам Давайте сейчас поем вот эту песню тогда Как раз про нашу карту Про то, что к нам приезжают Что там такое так? Колеса диктуют вагонные Песня для дамы 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 Здорово Ну что, поели, попели, поговорили Пойдемте теперь это самое Встречать Владимира Владимировича? Да Будем перекрывать Правительственные травы Даже Арина блинчик съела Слушайте, скромно Хорошего возраста Страшное дело Какого голоса у меня слушать Не могу себе даже Когда говорю А вот люди думают, ты иначе Я уже наелся, честно говоря Еще беляши надо есть Соццентаной и кофе Хозяйский марат молоко Ммм, вкусно Немножко какао А блинов-то мало заказали Мало, да Еще вернемся наедим Еще и вето есть у нас Еще мастеров надо покормить Да А это мы говорим, что мало блинов Где вы заказали? Что заказали? Это выстегли для кадров Это надо так говорить Все секреты рассказали Заказали и вето испугал А как это самое? Как вообще-то все остальное Это нормально у нас? Ну вот эту штуку давайте мы изучим вопросы Нужно обязательно Еще нам нужен станок Вот Сергей тебе расскажет Он какой-то для натяжки Для хорошей натяжки вышивок И вообще там как-то он типа ламинирует что-то Ламинатор он так и называется Он да, он натягивает Надо чтобы этот Сергей рассказал тебе Надо просто с постановочек Так нам скоро мастера не нужны были Там натяг, да? Не-не-не там нужно Хорошие квалифицированные Хорошо, сейчас поклоним Те холсты которые Получаются натянуты Вот в магазинах Я так понимаю Сколько они натянуты Они как барабаны В магазинах-то понятно Там все промышленное делать Промышленного там штампуют Тысячами вагонами Или все это дело Ну это как в багетке на фрунбургском У них есть такой станок? Нет Просто они пилят фрунбургский Белорусский То есть рамы делают? Да А, то есть они у них делают Надо съездить нам в Витебск А кто-то делает натяжку на холсты А третья организация Это все соединяет То есть так вот Ну да, там примерно так Надо съездить в Белоруссию Посетить Белбагет Познакомиться с этими женщинами Которые там работают Там очень хорошие Просто профессиональные Они в Минске? Ой, я не знаю Они наверно в Минске Я думаю Надо узнать где там Белбагет Я очень хочу к ним съездить Познакомиться с ними Они там такие умелые женщины Работают Молодцы А почему нет? Арина, командировку тебя отглавляют Не против? Да Хорошо Арина, у нас все согласна Съездить с ними Познакомиться Потому что очень мне нравится Как они оформляют Молодцы И так все профессионально рассказывают Я как бы на эмоциях Вот Как монголы Что вижу, то и поют Ну а как так? Просто без приглашения Так постучаться к ним Да? Да А что? Принести холст Да О, точно Оформить А вы знаете А они скажут Что это знакомое лицо Где я вас видела? Я говорю Не знаю Не знаю Просто похоже на кого-то Стали с ней расходиться Я ей достала и визитку Отдала А люди все-таки хорошие, такие скромные, молчат, узнают и молчат. Потому что я ванны покупал, детские ванны мне нужны были, для телевизионной передачи, показать, какие бывают реставрации. Я сгущёнку реставрировал ванну и тоже она говорит, «А, ну конечно, вам же нужно, это самое, для ремонта, вам нужны ванны для работы». А детский магазин, ну и детские ванночки вот эти вот. Питер весь ставит. Гаишники недавно остановили. Я проехал на Петроградке. И они посмели тебя остановить? А машины-то разрисовано? Мало таких машин есть. Ресторан плавучий, корабль. И детям, корабль, корабль. Типа бульвер. Поворачиваю и кирпич. И сразу гаишники едут. Они говорят, что в ремонте работаете. А кем работаете? Кошмар. Кто надо, я не звоню. Залетные. Ну да, я говорю. Простыхлывался. А тут недавно звонили. Буквально позавчера позвонили. Позвонили. У нашего шефа сломался холодильник. Опа-на. Сейчас вернем. Вернем твой штраф. Вот моя работа. Народ на ютубе проголосовал за голубой багет и голубой паспарту. И я большинством голосов выбрали голубые тона. Я так и сделала. Татьяна. Вот что получилось. Расскажите, пожалуйста, как у вас продвигаются ваши ирисы. Все спрашивают. Сколько вышли? Для этого нам надо с вами показать. А, конечно, исключение сделаю. Могу принести, снять ее со станка. Нет, зачем со станка? Мы придем. А можно и прийти в гости. Для этого я хочу произвести это самое. Сейчас, когда я зашел в гости, три месяца него, правильно? Да, очень долго. Ну, вот и пришла нам в голову идея произвести, как говорится, расхомячку открытого урока. Хорошо. Жалко просто. Хорошо. Значит, в порядке подготовки, как говорится, будет, по вашему желанию, все, что вы видели в этом ролике, все это осталось здесь. И оно может быть вам, если вы скажете, хотите это, как говорится, вам это перешлют. И еще осталось примерно 30 комплектов. Мы хотим назвать это. Собери сам. Сейчас я покажу. 30 вот таких осталось комплектов, которые позволят вам, получивших, собрать вот такую себе... Органайзер. Ну, вот такую штучку уже как бы. Вот. Все желающие будут. Если будет много желающих, мы проведем жеребьевку. И для этого в условиях конкурса вы должны прислать на адрес багета открыточку и написать, что вы хотите получить. Если у вас будет много претендентов, мы проведем не розыгрыш, а жеребьевку. Ваши открытки сами, лично подписанные вами, будут участвовать в этом розыгрыше. Так что пишите, присылайте открытки и вы можете стать обладателем вот такой, как говорится, конструктор под названием «Собери сам». А сейчас я наконец-то вручаю подарок от Филипповой, думаю, что Александре, из города Ростова-на-Дону. Евгений Георгиевич, это вам прислали на 23 февраля. Спасибо. Ну, вообще-то это праздник 8 марта, надо поздравить всех любимых женщин. Это позже. А как сегодня? А выйдет он, наверное, позже. Как раз он выйдет 8 марта. Хотелось бы поздравить всех женщин с 8 марта, как говорится. Поздравляю. Здоровья вам и счастья. Спасибо большое. Большое спасибо. Попробуем.